друзья всем огромный привет огромный всем привет друзья ребята ну вот уже прошло почти месяц почти четыре недели как мы находимся на удаленке мы решили самоизолироваться естественно в деревню на самом деле если честно в этом нет ничего хорошего да у нас прекрасный интернет мы работаем на удаленке и все такое но к сожалению на эту удаленку ушли не только мы все наши строительные рынки все хозяйственные магазины тоже все закрылись и разве что ну что можно купить только заказать доставку но есть такие вещи которые пока не посмотришь заказывать доставку ты не будешь те же самые доски и это к чему все рассказываю да к тому то что все наши планы которые мы строили на майские праздники к сожалению откладываются но друзья дабы чтобы не пропадать а подписчиков мы своих любим и ценим мы решили записать сегодня вот такое вот небольшое видео как мы самоизолировались в деревне с юлькой вдвоем че за код мы вам сейчас расскажем как вы здесь устроились покажем какие у нас есть удобства антон как раз сейчас подключает наш летний водопровод а вечером пожарим очень очень вкусное блюдо на мангале на костре на время нашей самоизоляции друзья мы переехали в родительский дом вот такая вот милая симпатичная избушка да на самом деле это самый настоящий изба это бревенчатый дом дом который старше меня наверное раза в два и посмотрите какие чудеса творит пвх сайдинг так сказать по ночам у нас еще друзья бывают заморозки и понятно что в летнем доме жить это не очень прикольно есть большая разница приехать на выходные потопить один одну ночь и приехать на месяц и там проводить все это время в нашем родительском доме есть печка в нашем родительском доме есть зимняя кухня в нашем родительском доме есть уже подключенный унитаз то есть все удобства собственно как говорится сегодня может быть если погода мне позволит я еще подключу воду да у нас есть колодец и я хочу чтобы из этого колодца шла горячая вода сейчас я вам все это покажу в деревне очень много всего но на самом деле вот сейчас вот мы приехали не самое подходящее время потому что огородом заниматься еще пока рано а так а хозяйство у нас здесь не было и нет но лет так через двадцать у меня наверно появится коза точно конечно же скучать нам не приходится потому что мы работаем работаем мы на удаленке благо интернет у нас здесь прекрасный можно со мобильного телефона раздать вай фай хватает на два ноутбука и поэтому как говорится проблем с работой у нас в этом плане нет ну что друзья несмотря на то что у нас сегодня валит снег ночью у нас уже стабильный плюс поэтому я хочу сегодня сделать от подключить нашу систему летнего водоснабжения расконсервировать ее после зимы так сказать пойдемте я вам покажу из чего она состоит все очень просто ну значит что у меня у родителей на участке есть самый обыкновенный колодец по моему 12 колец внутри этого колодца стоит советский насос малыш и все так же у нас друзья есть вон там вот летний кран так сказать здесь у нас стоит смеситель вот мне нужно чтобы вот из того колодца в этот смеситель у меня шла горячая вода вот смотрите кстати обратите внимание то что миксер смесителя сейчас открыт на зиму все краны должны были быть открыты поехали система у нас называется летнее водоснабжение здесь нету греющего кабеля и сейчас я вам покажу из чего она состоит давайте посмотрим ну собственно вот друзья наш главный запорный кран следующий наш этап это косой фильтр грубой очистки холодная вода поднимается и попадает на 5 ходовой штуцер здесь у нас установлено реле давление вон там вот внизу есть манометр вон он его видно отсюда все дальше у нас идет все это на гидробак и уже из гидробака через магистральный фильтр вода пошла у нас на наш бойлер перед бойлером конечно же у нас стоит предохранительный клапан и также у нас стоят краны и краны как вы видите все открыты эти краны здесь нужны на тот случай если вдруг в экстренной какой-то ситуации нужно будет срочно слить воду все дальше вода горячая вода у нас уже тоже через кран идет на смеситель вот собственный весь секрет давайте запустим нашу систему подключаем наш фильтр магистральной очистки картридж друзья я вынул потому что сейчас скорее всего пойдет очень ржавая вода которая осталась в насосе первое что нужно сделать это убедиться и проверить выключены ли у нас автоматы на бойлер второе проверяем самое главное чтобы у нас был открыт смеситель иначе может разорвать наш бойлер бойлер кстати нужно сейчас отключить и перекрыть так не забываем про садовый шланг тоже должен быть закрыт это у нас сейчас вода сюда хлынет поехали это горячая значит вот это холодно прошло у нас пять минут у нас до сих пор работает и качать насос реле давление у нас не отщелкивается здесь проблема либо где-то у нас сейчас дырка и вода сочится либо где-то у нас либо она просто-напросто залипла после зимы это еще хуже потому что регулировать его достаточно геморройно пойдемте искать ну да что и требовалось доказать наша пнд труба не выдержала эту суровую плюсовую температуру зимой честно говоря друзья на самом деле это большая проблема потому что из-за этого режима самоизоляции все строительные рынки и хозяйственные магазины закрыты и где брать соединительную муфту честно говоря я не знаю потому что герметиком такую дырку точно не заклеишь по-любому прорвет скорее всего придется будет сейчас идти к нам на участок у нас тоже пнд труба 20 придется разбирать нашу систему но ничего страшного мы там пока все равно не живем карантин закончится и тогда уже можно будет купить эти муфты и сделать все хорошо у нас на участке все у нас готово все у нас получилось смотрите я все перекрыл слил воду посмотрите какая вода вставляем новый картридж и делаем все с самого-самого начала все ну второй раз я вам уже показывать не буду тем не менее ура у нас есть горячая вода на участке вау-ху а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok А на ужин сегодня мы готовим телячьи ребрышки и будем готовить их в несколько этапов. И первый, самый главный этап – это мариновка. Пойдемте их замаринуем. А для маринада нам потребуется тростниковый сахар, каенский красный перец, гранулированный чеснок, майоран. Ни в коем случае не путать с орегано. Они похожи по вкусу, но это не одно и то же. И соль. Мы натираем наши ребрышки получившейся смесью и убираем в холодильник на 6-8 часов, а лучше подольше. В таком случае они промаринуются просто бомбически. После того, как наши ребра очень много промариновались, наступает следующий этап. Следующий этап – наши ребра нам нужно будет немножечко пожарить на гриле, а потом нам нужно будет их немножко покоптить, а потом нам нужно будет их еще потушить в вине. А самое интересное – это то, что все вот это мы будем делать с помощью самой обыкновенной решетки и с помощью самого обыкновенного мангала. Давайте, друзья, сейчас покажем, как это очень просто сделать. Но ужинать мы будем поздно. Либо завтра. Ну что ж, приступаем к жарке наших ребрышек. Мы будем их жарить на прямом жаре по 3 минутки с каждой стороны до образования золотистой корочки. Теперь следующий этап – будем коптить наши ребрышки методом непрямого жара. Для этого мы взяли щепу, щепу, которую мы, естественно, замочили на полчаса в холодной воде. И вот теперь вот на самом медленном огне оставляем все это удовольствие примерно на 40 минут. А чтобы наши ребрышки действительно закоптились, мы еще сверху накроем фольгой. И да, этот способ проверенный, поэтому все будет очень даже таки хорошо. А пока наши ребрышки коптятся, мы сделаем классный соус. И он будет состоять из соуса барбекю и красного сухого вина. А для этого нам потребуется покупной соус барбекю, домашний сушеный лук, сушеный чеснок и копченая паприка. Антон вчера целый день сушил лук в духовке. И вот так вот, ребята, выглядит целый противень сушеного чеснока, пропущенный через блендер. Я обревелась вся, пока он это делал. Теперь в наш чудо-соус мы добавляем красное сухое вино. Желательно, друзья, конечно же, каберне, потому что у этих ребрышек есть официальное название. Они называются ребрышки каберне. Для приготовления соуса его нужно обязательно довести до кипения. Но сегодня мы не будем использовать огонь или электрическую плитку, а сделаем это прямо на стартере. А в качестве розжига мы сегодня будем использовать обычную марлю и подсолнечное масло. Этого кусочка хватит для того, чтобы в течение 20 минут распалить наши угли для стартера. Итак, наши ребрышки коптятся уже 40 минут, и самое время их протушить. Для этого мы их перекладываем в фольгированную форму, заливаем нашим барбекюшно-винным соусом, закрываем фольгой и отправляем на угли на целый час. Наши ребрышки наконец-то готовы. Посмотрите, какие они красивые, какой аромат, а на вкус просто бомба. Ну что, друзья, доброе утро. Утро доброе. Спасибо, что досмотрели до конца. Давайте, не болейте, держите дистанцию и мыйте почаще руки. Все, пока. Пока-пока.